И снова я собираюсь вас поражать прекрасными предложениями с нашей новой площадки. Обещала, выполняю, на что могу. Скоро переоценим что-нибудь еще. Но пока, Лисянге, у нас есть несколько, два, ну конкретно два автомобиля с просто великолепным предложением по цене. Вы можете поискать на рынке, и вы поймете, что ничего подобного просто нет. И эта машина ничем не хуже. Просто вот такой заход удалось вырвать, налетайте. Как вы видите, прыщик на голове есть, а значит это топ. Колесные диски, посмотрите, какая красота, здоровенное колесо. 21 колеса у них бывают в топе. Далее, внимание, выдвижные пороги. Опять же, топовая машина. Светлый салон. В Лисянгах не бывает салонов плохого качества. В принципе. Плюс они не бывают в совсем скудном оснащении. Электропакет, электросидение, это будет всегда. Приборной панели в классическом понимании здесь нет. Но здесь есть огромнейший проекционный дисплей. Помнится, я снимала эту машину в прошлом году, почти год назад. И если бы кто-то мне тогда сказал, что я буду продавать эти автомобили, я бы просто не поверила. Заходим в зону климата. И сейчас я вам покажу, что здесь у нас просто все возможные регулировки. Мы, конечно, не будем даже упоминать. Понятно, что здесь зона климата, здесь зона климата, там и даже вот там. Обогревы и вентиляция на всех, обогревы, точнее, на всех трех рядах сидений. Обогревы и вентиляция на двух рядах сидений. Естественно, подогрев руля, то есть байки про то, что у китайских автомобилей не бывает теплых опций. Это в основном связано с тем, что люди видели и снимали действительно страшные старые китайские ведра. Раньше так было. Сейчас, видите, у них очень серьезное разделение. У них есть машины вот такие и до сих пор есть ведра. Сидения третьего ряда здесь складываются электрически. О, слышите? О! И обратно. Далее, ну, естественно, адаптивы, естественно, максимальное количество систем безопасности, прекрасная музыка. И здесь же два люка. Один люк над водителем и передним пассажиром, второй люк для деток или для босика. Потому что, смотрите, здесь в принципе предполагается, что ездит человек с водителем. То есть это может быть автомобиль семейный, это может быть также автомобиль периодически, на котором ездит папа на заднем сидении. Далее, что еще? Как вы думаете, что это? Короче, здесь в одной из коробок зарядка, а в другой, мать его, палатка, понимаете? То есть он идет со штатной палаткой, чтобы вам было удобно путешествовать. Также розетка здесь на 1100, понимаете? На 1100. То есть здесь все для того, чтобы, ну, в принципе, жить. Как раз-таки этот автомобиль стоит, как однушка в новой Москве. Но он явно для тех, кому однушка в новой Москве, откровенно говоря, нафиг не нужна. Вот. И вот именно для них существуют L9. Я абсолютно кайфую от этой машины. Вот так.